Встречи с налоговыми должниками в районной администрации стали уже традиционными. Работа профильной группы по вопросам погашения задолженности продолжается и доказывает свою эффективность. Нам удалось вернуть в бюджет более 738 миллионов рублей долгов, в том числе более 300 миллионов возвратили должники Одинцовского района, посетившие как раз нашу комиссию международную. Это, считаю, очень достойный результат. Он говорит о том, что наша с вами работа в рамках этой комиссии однозначно не безрезультативна. Как правило, перед встречей представителям компании сообщают о задолженности, способах ее урегулирования, а также о последствиях в случае непогашения долга. Каждый случай разбирается межведомственная комиссия отдельно. На этот раз на собрание пригласили 23 компании, среди которых ЮАстрой, Плаза Групп, Газ Девелопмент, Фаворит Керамика и другие. Их суммарный долг перед бюджетом более 116 миллионов рублей. Самая большая задолженность у закрытого акционерного общества «Центурион». Долг компании – более 17 миллионов рублей. Резко упали объемы продаж активов в компании. Сейчас на настоящий момент единственным источником вступления денежных средств является средство, получаемое из договора аренды помещения принадлежащего залу «Центурион» на праве собственности. Мы не первый раз вас приглашаем. Сергей Иванович тоже мы несколько раз делали замечания. По разным, собственно, направлениям, от обманутых дольщиков до этой ситуации. Нас никто не слышит. Кто не спрятался, мы не виноваты, как говорится, в народе. Начинаем активные действия по взысканию. Не все компании относятся с пониманием к просьбам районных властей гасить долги вовремя. Зачастую на встречи приходят не сами руководители компаний, а представители, даже если долг накопился приличный. У нас произошел некий кассовый разрыв из-за низкого уровня реализации недвижимого имущества. У нас построены жилые дома, жилой комплекс резиденции Рублева. И за последние два года не было реализовано ни одного объекта. За 2017 год мы уже заплатили 32 миллиона. Так вы заплатите ровно столько, сколько вы должны держать. И к вам вообще не будет вопросов. Да, конечно. Мы заплатим арендную плату. Будем спрашивать, если чем помочь. А сейчас вы в должника. По решению комиссии руководителям организации необходимо предоставить гарантийные письма и погасить задолженность до 15 декабря. Выжидательная позиция некоторых предпринимателей заведомо неправильная, уверены члены рабочей группы. Долги придется отдавать в любом случае. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.